Всем привет, с вами Хэппи Вульф. Фильм, о котором сегодня пойдет речь, мелькал в комментариях, наверное, больше раз, чем какая-нибудь пила или астрал. И оказалось не зря, я все посмотрел под обзор самое то. В общем, забегая чуть вперед, скажу, что в фильме обыгрывается некая трагедия, произошедшая давным-давно. Умалишенная мамаша, прихватив своего ребенка, решила попрыгать со скалы в воду. Но, к сожалению, на ее пути выросла ветка и получилось, сами понимаете что. Мать погибает, но ребенок каким-то образом остается жив, зацепившись пеленками за эту самую ветку. Я честно скажу, что могу ошибаться, потому что фильм идет долго и я зачем-то попросту мог не уследить, что-то пропустить, но я думаю, что всем все равно. Короче, женщина разбилась и стала некой непрекаянной сущностью, которая безрезультатно ищет свое давно уже истлевшее чадо и, собственно, на этом все. От этих событий проходит достаточно много времени и нам рассказывается другая история, где отец застрелил собственную жену и вывозит своих двух дочерей в заброшенную хижину, чтобы застрелить еще и их и, видимо, потом застрелиться самому. Но ему это не дает сделать та самая призрачная женщина, разбившаяся много лет назад, которая, видимо, обитала в этом маленьком доме. Две девочки остаются сиротами и, сами понимаете, что они бы умерли не то, что там в первую зиму, а в первую же холодную ночь, так как дело было осенью. Но все обыгрывается так, что эта вот демоническая хреновина начинает за ними ухаживать. Она отапливает помещение, приносит покушать вишенки. Судя по всему, только вишенки она в течение пяти лет и приносила. И вот эту вот штуку девочки мамой и называют. Но это еще, так сказать, начало. Далее одичавших девочек находят лесники, вызывают полицию и детей вытаскивают из полного дерьма, пытаясь адаптировать к социуму. Их забирает семья, которая является единственными родственниками. Вот тут начинается весь замес фильма, где в доме вместе с девочками поселяется и страшная мамка из хижины. Естественно, что в первый час фильма максимум, что мы увидим, это расплывчатые тени, какие-то урканье, клыбельные, которые поет непонятно кто. Ну и все такое прочее. Притом, что новые родители пока что ничего не подозревают, но скоро уже начнут. Кстати, сущность эта попала в дом очень интересным образом. Она умеет управлять волшебными мотыльками. Этот мотылек приземляется, допустим, на стену и стена на этом месте чернеет. Потом чернеет сильнее и оттуда уже может вылезти сами знаете что. Мама это выглядит так, что я просто охуел, честное слово. Конечно, в фильмах ужасов еще и не такое увидишь, и я не такое видел, но это просто отдельный случай. Она имеет худощавое, какое-то непропорциональное тело с длинными пальцами. При этом вокруг нее постоянно роятся какие-то сгустки тьмы, и вообще она умеет высасывать жизненные силы и усыплять буквально прикосновением. Передвигается она на протяжении фильма постоянно по-разному. Когда нужно выдержать момент, то она так плавненько-плавненько левитирует над землей. А когда нужно, чтобы зритель обосрался, она совершенно перекошенными, рубленными движениями ползет навстречу камере, при этом по совершенно любой поверхности и траектории, как паук. А ее лицо, так это вообще красота неописуемая, которую не в каждых искателей магии увидишь. Оно достаточно сильно деформировано, так что если хотите полюбоваться, то откройте гугл картинки. Ладно, короче говоря, после удочерения в фильме разыгрывается драма, где эта сущность ревнует и багетит из-за новых опекунов девочек, и естественно она не хочет просто так отступать. Тут уже даже родитель видит эти черные пятна на стенах, которые оставляли мотыльки. Ну короче, все по канонам фильмов ужасов. Затем обеспокоенные жильцы пытаются разузнать, что это за дерьмо летает по их дому, там опять приплетают психиатрическую больницу, как в фильме «Зеркала», расследование села Хуйба-Ку-Хуйба, как в фильме «Зеркала». Ну короче, классика, я вам об этом уже рассказывал в предыдущих обзорах, можете посмотреть. А вот уже под конец разыгрывается целый спектакль для обосравшегося зрителя, где нам пытаются преподнести тонкие душевные переживания призрачной матери. Видите ли, она хочет спрыгнуть со скалы вместе с девочками, как в старые добрые времена, но молодая семья, стоя с ней на том самом обрыве, просит такой хернё не заниматься. Пытаться о чём-то договориться с демоном, который способен убивать прикосновения. Господи, боже мой. Далее старшая дочка вроде как очухалась и такая, да ну нахуй мы же разобьёмся, уходит к новым родителям, а вот маленькой девочке призрак, которого она называла мамой полюбился, видимо больше, и поэтому они в обнимку летят вниз. Воду опять об эту ветку, разбиваются и превращаются в мотыльков. Фильм закончился. В итоге родители и одна дочь остались живы, а этот бес вроде как наконец-то успокоился, убив ещё одного ребёнка. Я что хочу сказать, как фильм ужасов данное творение вполне себе подойдёт. Подойдёт просто благодаря этому инфернальному образу, который придумали сценаристы, который лично мне показался страшным. Что касается вообще всей этой идеи с сюжетом, ну знаете, Астрал сделан намного лучше. Тут не поспоришь. Хотя он и менее страшный, но опять же, по моему мнению, сделан он лучше. Поэтому тут, как говорится, на любителя. Ну а на этом у меня всё. С вами был Хэппи Вуф. Как всегда, спасибо за просмотр, не прыгайте с обрывов и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова